Здравствуйте, друзья! Приветствую вас на канале Блог Дальневосточника. Итак, новости о том, что Госдума снимет рассмотрение законопроекта о QR-кодах. Спикер Госдумы Вячеслав Волотин сообщил, что законопроект о QR-кодах в общественных местах будет сняться, рассмотрение парламента и Совет Госдумы рассмотрит этот вопрос 17 января. Правительство России и партии «Единая Россия» решили отложить рассмотрение законопроекта о QR-кодах в общественных местах во втором чтении, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова. Правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития ситуации выработали совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении. Это цитата. Также Голикова отметила, что законопроект готовили как меру реагирования на распространение варианта коронавируса «Дельта», а сейчас это будут новые вызовы. 13 января глава думской фракции «Справедливая Россия за правду» Сергей Миронов сообщил, что законопроект о QR-кодах, скорее всего, будет отложен на неопределенный срок. Миронов говорил, что основная причина – неготовность населения воспринимать этот закон. В ноябре 2021 года правительство России внесло на рассмотрение Госдумы два законопроекта о QR-кодах, подтверждающих вакцинацию или перенесенный ковид. Один из документов вводил систему QR-кодов для посещения общественных мест, а второй – для путешествий на поездах и самолетах. Спустя месяц в декабре законопроект о QR-кодах в общественных местах приняли в первом чтении, а второй законопроект стали с рассмотрения парламента. Во многих городах России прошли митинги против введения системы QR-кодов. Теперь поговорим о самих митингах против QR-кодов. Например, такие митинги в конце 2021 года почти ежедневно проходили в разных городах России. Они были довольно малочисленны, и основное недовольство законопроектом об использовании QR-кодов высказывали только в соцсетях. В большинстве случаев возмущение вызвано тем, что не хватает информации, отмечают эксперты. Однако некоторые требования были политическими. Так, например, 26 декабря 2021 года в Бегателинбурге состоялась акция против введения QR-кодов. Около сотни человек завернули транспаранты с требованиями отказаться от введения медицинских документов о вакцинации. Эта акция в столице Урала не первая, противники QR-кодов собираются здесь раз в неделю, как правило, по воскресеньям. При этом на акции против введения QR-кодов в разных городах страны уже стали выходить с плакатами политического толка. Например, в Ижевске одна из протестующих держала транспарант с текстом «Я не доверяю власти, хватит нам врать» и хэштегом «Не доверяю выборам». Пандемия, вакцинация или QR-коды на плакате вовсе не упоминались. 19 ноября в Волгограде группа женщин ворвалась в кабинет главного санитарного врача области Ольги Зубаревой и стала требовать у нее QR-код. Свою акцию женщины снимали на видео, а это видео стало доказательством против них в суде. И, например, в городе Бийске Алтайского края люди массово отказываются определять QR-коды при посещении торговых центров. Известно о двух случаях избиения сотрудников-контролеров. Вот такие вот новости, друзья. Спасибо за внимание. С вами был Богдан Восточника. До скорых встреч. Пока.